Здарова всем подозреваемым и с вами как всегда Саня Слоун и настало время, ребята, посмотреть на концепт арты от нашего комьюнити Соспектс. Я подобрал в этом видео самые идеальные концепт арты персонажей, которые максимально приближенные к стилистике нашей игры. Очень похоже, как будто бы нарисовал сам дизайнер этой игры, ребята. Естественно, там будет Дэвид Джонс, которого вы уже видели, но он будет там неспроста. Я не просто так его покажу еще раз. И, конечно же, в этом видео будет маленький интересный кусочек, связанный с петухом Роджером. А именно, как будут выглядеть все легендарные скины на петухе Роджере. Ну и, конечно же, анимация их убийства на нем. Ты готов? Тогда скорее ставь лайк, подписывайся на канал и не забудь нажать на этот радостный колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну и, конечно же, самый топовый код автора Слоун. В настройках игры. Ну а мы начинаем. Дамы и господа, мальчики и девочки, сэры и сарихи, здравствуйте. И сегодня речь пойдет о концепт-артах персонажей различных вообще, концепт-мейкерами нашего комьюнити Соспектс, стилистике нашей игры. Вот некоторые работы, конечно же, реально фановые, но они тоже приближены к нашей стилистике игры. Но я хочу все эти работы показать вам, потому что я знаю, что вам это интересно. На моем канале уже была первая часть такого видеоролика, где мы показывали концепт-арты подобных персонажей от известного уже официального автора Викет Фула, который теперь работает вместе с компанией Wild Life Studios и рисует для них эти концепты. Возможно, какой-то из его концептов, которые он рисовал в прошлом, они уже взяли на вооружение. А какой конкретно, мы сегодня с вами об этом поговорим. Также, ребята, еще один интересный автор, которого я не показывал раньше и никогда о нем не говорил, Сержант Осиану. Я думаю, этого автора, ребята, они тоже возьмут на вооружение, потому что он так же, как и Викет Фулл, рисует реально в похожей стилистике, практически один в один, как вот стиль игры. Но вы, конечно, проголосуйте в комментариях за того персонажа, который вам больше всего понравился. Тот концепт, возможно, который больше вам всего понравится, мы его отправим разработчикам. Возможно, они возьмут его тоже на вооружение, потому что для них ваши отзывы очень важны, ребята. Ну и, конечно же, в начале этого видео, перед тем, как мы приступим к концептам, я хочу показать вам, ребята, как будут выглядеть все легендарные скины на нашем новом персонаже Роджере, ребята. А начнем мы, ребята, пожалуй, именно со скина дракона. Как будет выглядеть анимация убийства на Роджере, да, как это будет выглядеть, и как он сам, в принципе, выглядит в этом всем скине, в коже дракона. Посмотрите, ребята, вроде бы, как по мне, вот как мне кажется, этот скин реально ему подходит. Вот мне кажется, что реально вот тут для него как будто бы и создан. Особенно вот с подбородком как раз таки, да, вот прям вливается. Космическая угроза, вот, второй скин, как по мне, не сильно сходится с Роджером, как бы, да, космос, петушок, как бы, ну, вообще не подходит. В принципе, и с виду он тоже так-то не очень. Поэтому, ребята, ну, я бы этот скин на Роджера бы, ну, точно бы не купил. Не знаю, как вы, но я бы точно не взял. Вот скин вампира, это уже другое дело, ребята. Посмотрите, как имбово выглядит скин вампира на Роджере. Он как будто бы создан для этого персонажа. Красные глаза, у него вот эта вот красная цветовая гамма вся, да, потому что петушок грива, глаза, подбородок, клюв, ну, просто имба. Ну, и Мидас, ребята, ну, Мидас, не знаю почему, у меня есть скин Мидаса на Стива. И мне почему-то Роджер в скине Мидаса очень напоминает Стива. Не знаю почему, возможно, потому что они обе птицы, потому что, возможно, у них клюв и у того, и у другого. Не знаю, но мне почему-то кажется, что он очень похож именно на Стива в этом скине. Ну, это лично я так вижу, возможно, вы увидите по-другому. Но второй такой скин бы я бы не взял бы на Роджера, ну, чтобы он не выглядел так же самый, как и Стив. В принципе, хочется что-то нового. Вот, например, скин вампира, реально, из всех этих скинов, которые вы видели сейчас, да, на нем. Вот скин вампира подходит ему больше всего. Вот реально, больше всего. Если ты согласен со мной, напиши об этом в комментах. Потому что, ну, реально, ну, из-за того, что мы видели, да, сейчас, ну, скин на вампира прям идеально просто подходит. Так, ребята, а теперь давайте перейдем к основной части этого видео, а именно к тому, чего вы уже заждались, я думаю, с самого начала. Концепт-артики подъехали, новенькие, ребята. Ну, и также, конечно же, там будет парочка старых. Но мы поговорим, ребята, обо всех концепт-артах, и будет очень много на этом видео. Просто невероятное количество. И я хочу, чтобы вы все их увидели и оценили своими собственными глазами. Реально, арты очень годные. Давайте начнем, ребята. Сейчас у нас, получается, серия артов будет от художника, которого зовут Саргентосиано. В общем, ребята, первый у нас концепт это Дракон Дракси. Посмотрите, как он прикольно выглядит. Я знаю, что вам нравится, многим из вас, драконы и вообще вот эта вот тематика драконов и так далее. Поэтому я не зря вставил именно этого дракона из его концепт-артов. У него там много вообще, но я выбрал самые интересные и самые классные, которые вам реально вот бы зашли. Мне кажется, что Дракси имеет право на существование и, в принципе, очень бы даже подошел в нашу игру, в список персонажей. Я бы хотел этого персонажа там увидеть. Ну, в принципе, всех персонажей, которые я вам сегодня покажу, я бы хотел увидеть в игре, потому что я их лично отбирал. Каждый вот этот концептик я смотрел лично, сам их выбирал и, получается, теперь вам их показываю. Идем дальше, ребята. У нас единорог, ребята, которого зовут Стир. Не знаю, подходит ли ему это имя или нет, это вы уже сами решите. Но вроде бы, как по мне, ну, выглядит неплохо. Но это чисто для девочек. Я так его вставил сюда, в принципе, как по мне, скин 50 на 50, так сказать, персонаж. Но я думаю, что девочкам точно понравится, особенно тем, кому нравится тематика единорогов, думаю, имеет право на жизнь. Но вот мальчикам мог бы понравиться черный единорог, который вот именно прям создан для пацанов. Чисто такая темная версия. На него, кстати, очень бы подошел скин вампира легендарный. Прям реально вот в тему было бы. Красный вот этот его, красная грива, красный рог, красные глаза, скин вампира. Прям идеально, мне кажется, бы подошло. Плюс еще посмотрите, как художник нарисовал его дух. Прям зловещий такой, посмотрите, да, злой такой, да, недовольный, что его убили. Как бы, да, и он мечется по этой карте, хочет отомстить за свою смерть. Вот такой вот прикольный арт. Давайте дальше идем. Ребята, Молли, вы уже видели в сообществе на моем канале, я уже публиковал этот концепт-арт. Очень прикольный арт, напоминает реально персонажей зубы. Прям практически очень даже похож. И как раз-таки маленький кенгуренок рядом с ним, как раз-таки намекающий нам на то, что в пятом сезоне у нас уже должны появиться питомцы у персонажей. Это будет такое нововведение от разработчиков, которое они нам написали недавно. Хотят добавить питомцев и вообще, в принципе, поменять полностью всю механику игры. Питомцы это, в принципе, хорошая идея вообще. Разработчики молодцы, вот придумывают что-то, делают, молодцы, красавчики, уважаю просто. Прикольный персонаж, очень бы, кстати, хотелось бы увидеть его в нашей игре. Я думаю, что, кстати, Молли, вероятность очень большая, что ее реально добавят в игру, потому что она есть и в зубе, и, в принципе, в стилистике со спекса она очень просто рисуется, и, в принципе, выделяется, сразу видно, что это кенгуру, и, как бы, думаю, разработчикам не составит труда добавить ее в список наших персонажей, даже обычным персонажам, в принципе. Давайте пойдем дальше. Дальше у нас идет Беттани, ребята, корова. Я не знаю, мне этот скин понравился еще с первого раза, когда я увидел, это есть несколько, в общем-то, артов именно коровы, ребята. Этот же художник рисовал раньше эту корову, делал ее, но она была немножечко другая. Теперь она улучшенная, получается, выглядит намного прикольнее. То есть, ну, реально, ребята, ну, согласитесь, но эта корова выглядит реально годно просто. Вот, действительно, этот персонаж бы вообще был бы имбой просто в этой игре. Там будут, конечно, дальше еще имбовей персонажи, но вот пока что мы остановимся на этом. Это прям, ну, 100% зайдет. Ну, вот, 100%. Ну, напишите, ну, кто-нибудь в комментариях, кому не зашла вот эта вот корова Беттани. Ну, реально, вот есть из вас такие, кому реально этот концепт-арт не понравился? Как мне кажется, это реально годнота. Этот персонаж реально зашел бы всем, особенно вот эта нижняя часть, да? Ха, пацаны поймут. Ладно, давай дальше идем. Ребята, вы очень многие писали из вас, и я часто вижу в комментариях один и тот же коммент. Змею, змею, пусть разработчики добавят змею. И вот, ребята, концепт-арт королевской кобры, которую зовут Скут или Скотт. В общем, Скут ее зовут. Королевская кобра, ребята. Вот так бы выглядела кобра в нашей игре. У нее, конечно, не было бы рук. Я не знаю, хотя, может быть, разработчики бы как-нибудь бы добавили ей ноги и руки. Возможно, я не знаю. Но мне кажется, что кобру, ну и вообще, в принципе, змею, разработчики не добавят в игру, потому что, ну, змея это что-то другое. Хотя, кто знает, ребята, если этот концепт вам очень сильно понравится, то, возможно, разработчики задумаются о добавлении этого персонажа в игру. Ну, не конкретно этого, а именно похожего. Ну, какую-нибудь змею, возможно, добавят питона, может быть, там, ужа или что-то вот в этом роде. Кобра, мне кажется, слишком агрессивное животное. Давайте пойдем дальше, ребята. Генри, ребята. Ну, конечно, концепт-арт не очень, как бы, да, качественный, да, но что есть, то есть, ребята. Мы знаем, что Генри у нас есть в зубе, и мы точно уверены практически на 99%, что летучую мышь Генри разработчики добавят в игру, потому что он максимально вписывается в тематику нашей игры. Мы уже не раз с вами об этом говорили. Генри реально очень бы подошел бы в нашу игру, и очень многие люди бы захотели бы себе этого персонажа в список персонажей. Реально выглядит прикольно. Ну, конечно, я думаю, что в игре, конечно, он будет выглядеть не так конкретно, вот как сейчас мы видим его на концепт-арте. Но все возможно, ребята. Я думаю, что разработчики все-таки добавят его уже в пятом сезоне, в пятый-шестой сезон. Но думаю, когда вот Хэллоуин будет 31 октября, вот где-то в этих числах, приблизительно, да, когда вот выйдет новый сезон, вот примерно тогда, вот тогда, мне кажется, и появится у нас Генри в игре. Ну, просто, ну, было бы грех не добавить такого персонажа в нашу игру. Ну, реально, было бы просто, ну, нечестно со стороны разработчиков. Мы очень хотим Генри, ребята, так что, пожалуйста, добавьте нам его. Но давайте пойдем дальше. Морское чудище Саймон. Я уже показывал вам этот концепт-арт в сообществе на своем канале. Вы уже его увидели, многие из вас написали, что это крутой персонаж, и вы хотите видеть его в игре. Морское чудовище или морское чудище Саймон. Реально, вот этот персонаж, но это имбище просто полнейшее. Вы знаете, как он выглядит. Чешуйки, вот эти вот все, хвостик, и прям, реально, вот прям, очень вписывается в нашу игру. Конечно, не в таком, наверное, цвете, возможно, был бы какой-нибудь, да, коричневенький такой, немножечко темный. Но кто знает, Лиззи тоже у нас такая салатовая, да, но ее пока что нет, да. Но, в принципе, Саймон тоже немножечко чем-то похож, так сказать. Я, правда, не знаю, как бы на него подошли бы легендарные скины. В принципе, мне вообще кажется, что на него ни один легендарный скин бы не подошел. Но это уже будет проблема разработчиков, если они захотят добавить этого персонажа. Возможно, какие-то новые легендарные скины подошли бы и на этого персонажа тоже. Но давайте пойдем дальше. Рудольфа, ребята, это одна из последних работ этого автора, Саргента Сиану. Олень Рудольфу, ребята. Ну, посмотрите, ну это же реально наша стилистика игры. Это прям как будто бы персонаж прямо из нашей игры взять, да. Если бы мы не знали, например, в Соспекте персонажей, если бы мы не знали, кто там есть, можно было бы реально подумать, что этот персонаж находится там в игре. Посмотрите на его прикольную рамочку. Вот этого персонажа можно было бы добавить бесплатно, да, как обычного. Например, в рождественские праздники, например, подарить, да, всем игрокам Соспектс. Или, например, добавить его под Новый год тоже, как подарком сделать для всех игроков. игроков. Ну, было бы реально неплохо. Ну, персонаж такой безобидный и милый. Посмотрите, какой он прикольный, да? И это челочка его еще. Ну, это классный перс. Я надеюсь, что когда-нибудь разработчики все-таки оленя добавят. Но, опять же-таки, у нас сейчас есть петух, да, и все называют там игроков, у которых есть петух, петухами в катке. И тогда, когда у вас будет олень, вас будут называть оленем в катке. Тоже, как бы, негатив, конечно, тоже тут есть, но персонаж сам прикольный. Мне нравится. Давайте пойдем дальше. О, ребята, вот этот персонаж понравился многим из вас. Тоже публиковал эту паучиху Клою у себя в сообществе на канале. И вам она очень зашла. Вы написали кучу комментариев, что это имбовейший персонаж. И даже некоторые арахнофобы, которые боятся пауков, тоже написали, что персонаж годный. Реально он... Ну, это кринж, ребята. Я не знаю. Я смотрю на этого перса, и мне становится страшно. У него, что его внешность стрёмная с этими глазами, да, и вот эти вот его зубки, типа, да. И посмотрите еще на его дух с красными с этими глазами. Но это реально стрёмный персонаж. Я не знаю. Мне кажется, что это уже слишком жестко для нашей игры. У нас есть, как бы, персонажи, да, немного там, ну, есть жесткие персонажи, как Акула, например. Но есть и добрые персонажи. Но этот персонаж, Хлоя, ну, это прям перебор прям реально. Это прям слишком жестко. Но если бы было в игре, тоже было бы прикольно. Можно было бы даже какие-то интересные хоррор-видосики подснимать. Именно с этой паучихой. Но вообще, персонаж, конечно, годный. Конечно, концептик прям идеальный. Вот очень хорошо получился. Паучиха прям топ. Хотя это может быть ни паука, ни паучиха. В общем, вот этот концепт мне очень понравился. Прям хорош. Ну, я думаю, вам тоже он зайдет. Давайте пойдем дальше, ребят. Вот, ребята, в официальной группе ВКонтакте уже публиковался этот концепт-арт. Это Springtrap из ФНАФа, ребята. Очень многим из вас он понравился. Вы знаете ФНАФ-игру, вы в нее играете. Многие из вас фанаты этой игры. Многие из вас знакомы с историей этой игры и так далее. В общем, этот персонаж заслуживает уважения, как минимум, только потому, что он сделан в стиле вселенной ФНАФа. Я думаю, что многие из вас напишут, что это ТОП-ПЕС, и многие даже из вас скажут в комментариях, вот 100% он и никого другого больше не добавляйте. Это самый лучший. Я его по-любому куплю. Он будет у меня на аккаунте 100%, я знаю, ребята. Но вероятность очень маленькая. Даже, в принципе, вероятность просто ноль, что такого персонажа, в принципе, когда-нибудь добавят в нашу игру. Но, хотя бы на концептик там мы с вами можем посмотреть. Почему бы и нет, ребята. Ну и давайте пойдем дальше. Ребята, ну, это Финн, но только Финн в скине, как в зубы, да. Финн-собака. Ребята, посмотрите. Вы знаете, что Финн, он ведет себя, как маленький пес, который бегает постоянно за мячиками, за косточками, там, за палками и так далее. Игривый пес. Это акула с душой собаки. Я вам уже много раз говорил, ребята, у меня есть видео, где мы смотрели на персонажей зубы и персонажей с аспект, сравнивали их, как они выглядят там и там. Это было прикольное видео. Очень интересно, кстати, было. И там был вот такой вот скин на Фина. И реально, посмотрите, ребята, ну вот действительно бы разработчики бы добавили такой скин первый сезон, как эксклюзивный скин на Фина, ну, было бы реально имба. Такой бы скин, ну, просто, это как другой персонаж, но только Финн. Вообще, классный концепт, вообще в стиле саспект, мне нравится. Это реально единственный скин на Фина, который, ну, просто, ну, тут без комментариев. Это лучший скин на Фина, просто. Тут комментариев просто не нужно. Это были, ребята, концепты от Саргенту Сиану, концепт-мейкера из официального дискорда. Теперь, ребята, мы переходим к концепт-артам нашего официального, ребята, концепт-мейкера Викет Фула. Вы все его уже знаете, многие из вас уже его видели на моих видео, я вам показывал его работы, но некоторые из его работ я вам не показывал, и вы их, возможно, еще не видели. Поэтому сегодня я вам их тоже покажу. Помните того волка, да? Ну вот, в общем-то, это он его и рисовал. Мы думали, кстати, что его добавят в игру, но разработчики написали, что это просто концепт. В общем, давайте начнем сразу же с дракона Лэнса, ребята. Посмотрите на этого дракона. Это же реально просто стиль нашей игры. Посмотрите, как идеально, как пропорционально рисует этот автор. Если вы еще не знакомы с ним, вот сейчас я вас с ним знакомлю. Посмотрите, как Викет Фула рисует концепты со спект. Ну это же действительно, это же сразу просто бери и вставляй в игру, просто в список персонажей. И все, это же идеально. Я думаю, что многие из вас напишут, вау, вот это дракон, вот это класс, вот этого персонажа я бы взял. Вот это круто, реально. Давайте дальше пойдем. Ребята, канарейка Хамфри. Посмотрите, как она прикольно выглядит. Реально бы, ну просто, но тут не нужно комментариев, ребята. Каждый этот концепт, он выглядит просто идеально. Прям как будто бы взят из игры. Посмотрите на эту канарейку. Она многим она мне понравилась, не говоря уже про многих. Мне не очень особо нравится многие персонажи, да. Ну а этот персонаж мне зашел. Во-первых, из-за его длинного носа. Во-вторых, его цветовая вот эта гамма вся, да, зелененькая. Плюс вот это вот оттенки вот эти все интересные. Прям все в тему делает этот автор. Очень красиво. Но птиц у нас реально много, поэтому птицу вряд ли добавят у нас в ближайшее время. Скорее всего будет какой-то зверек именно. Но не птица. Давайте пойдем дальше. Ребята, овечка Ламберт. Вы уже видели, ребята, его в официальной группе ВКонтакте, в сообществе, на моем канале я показывал этот арт. Это прикольнейший арт. Просто овечка, прям имба. И если бы разработчики добавили волка, у нас уже был волк, вы бы все видели. Если нет, посмотрите на моем канале. То овечка была бы противоположность этому волку. Реально было бы вообще даже какие-то истории прикольные делать. И волк в овечьей шкуре, и овечка убегает от волка, и так далее. Ну, это реально очень топовый концепт арт именно на овечку Ламберта. Я не знаю, как вам, но мне очень понравился этот персонаж. Давайте пойдем дальше. Ребята, Снежный Человек Джордж. На самом деле, многие в комментариях в Дискорде написали, что это комьюнити менеджер нашей игры. Именно Снежный Человек Джордж. Не знаю, почему они решили, что это наш комьюнити менеджер. Видимо, похож, наверное, живет ночью и хавает ягоды. В принципе, что-то типа такого. В общем, вот так вот выглядит Снежный Человек. По-моему, выглядит нереально круто. Прям имба просто. Вы понимаете, что настолько точно изобразить Снежного Человека еще и в стиле нашей игры, я вообще, у меня в голове просто не представляется возможным такое. Но этот художник все-таки умудряется делать и такие вещи, ребята. В общем, выглядит очень круто. Давайте пойдем дальше. Ребята, в Ригли, дождевой червячок в Ригли. Посмотрите, как выглядит этот персонаж. Казалось бы, да, добавить червяка в игру не является возможным. Как будет выглядеть червяк? Кто бы мог подумать, ребята, что червяк может выглядеть именно вот таким вот образом. Вы даже можете увидеть на его теле, на его голове маленькие пятнышки грязи, что подтверждает то, что это дождевой червяк и он живет в земле. Ребята, ну это просто имбище. Посмотрите, на него даже очень многие скины бы подошли. Сразу понятно, что это червяк, да. Несмотря на то, что у него есть ноги, сразу вот вы видите, да, этого персонажа и вы сразу знаете, кто это такой. Вам даже не нужно объяснять. Вот это и есть настоящий концепт-арт персонажа. Вот прям имба, сто процентов. Я знаю, этот, конечно, художник, ну, молодец. Он красавчик. Он прям с первого дня вот покорил многих вот своими рисунками, концепт-артами. Прям очень круто рисует. Ну и, ребята, конечно же, я не мог не показать вам тот старый концепт-арт, о котором вы так много писали в комментариях. А именно, ребята, Кракен Дэвид Джонс. Посмотрите, ребята, как это выглядит. Те из вас, ребята, кто его еще не видели, да и, в принципе, те из вас, кто уже видели этот концепт-арт, сейчас могут понять, что у нас пиратский сезон, и этот персонаж, ну, прям на сто процентов бы влился в нашу игру. Но это на самом деле такая имба, что даже если бы они поставили золотой пропуск по цене там тысячу алмазов, все равно бы все купили этот пропуск из-за этого персонажа. Он настолько ебовый, то просто лучше этого концепта я еще пока что не видел. Это настолько топ, что просто других слов у меня нет реально. Я думаю, что все из вас просто не будет таких ребят, которым этот персонаж не понравится. Я думаю, все из вас напишут, что это прям реально самый годный концепт-арт, который вообще вы видели сегодня и до этого, в принципе. Самый идеальный, и он как раз таки, ребята, подходит на новый пиратский четвертый сезон. Прям один в один. Вот Дэвид Джонс, пират, корабль, вот это вот все. И как раз таки на него и скины подошли бы крутые. Ну, не знаю, ребята, ну этот, вот не знаю как вам, но мне точно этот персонаж зашел. Вот я до сих пор первый раз вот его увидел еще месяц назад, и вот до сих пор этот персонаж не выходит у меня из головы. Настолько круто он выглядит. Если ты согласен со мной, напиши об этом в комментариях. Ну и конечно, ребята, ждем четвертый сезон. Слоун у нас осталось всего лишь два дня. Если тебе понравилось это видео, не забудь поставить лайк, подписаться на канал, и нажать на этот радостный колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну и конечно же, самый топовый код автора Слоун в настройках игры. Ну а с вами, как всегда, был Саня Слоун. Всем спасибо за просмотр, и увидимся в следующем видео.